Я хочу коротко поделиться Словом. Мы будем сегодня принимать участие в вечере Господне. И Бог положил мне местописание, которое я чуть-чуть позже прочитаю. Я помню, я недавно был на чердаке, на крыше. Осматривал крышу дома. Дахстул. И я так рассматривал все. Мне нужно было рассказать о том, как там выглядит человеку. И я подумал, что рассказывать, я видео сниму, засниму видео на крыше, и потом просто покажу, скажу, выглядит вот так. И на крыше было темновато, я включил видео, здесь зажглась такая вспышка, то есть как подсветка, я снял все. Все, пришел домой, смотрю это видео. И я думаю, ужас. И я думал, ужас. Как будто снег идет. Выглядит воздух, настолько много пыли и грязи, как будто я снег снимал, как снег падает. Когда вспышка включилась и начала освещать воздух, свет, некоторых балок не было видно, потому что столько пыли было в воздухе. Я думаю, когда я там был, чисто все, красота. Когда включил видео, и оно включило вспышку, оказалось, что там просто ужасно грязный воздух. Знаете, как много решает свет? Если бы здесь сейчас очень яркий луч света упал бы сюда в зал, то в этом луче света бы увидели, сколько пыли и грязи летает здесь в зале. Иногда так, когда ты в комнату падает солнечный свет яркий, ты видишь, как там летают пылинки. То же самое происходит с жизнью человека, когда человек приближается к Господу. Когда человек решает, в своем сердце приблизиться к Богу, вдруг человек замечает, сколько грязи есть на нем. Вдруг человек сам, никто ему не говорит, он сам начинает понимать, что он грешный человек. Иисус говорит, я есть свет. Свет этому миру. И мы видим, что когда люди приближались к Иисусу, они начинали осознавать свою греховность. И мы читаем одну историю, когда Иисус попросил зайти в лодку Петра и с лодки проповедовал людям. И когда он закончил проповедь, написано, он попросил Петра отплыть на глубину и забросить сети. Петр сказал Иисусу, Иисус, мы всю ночь рыбачили, ничего не поймали. Но потому что ты сказал, по слову твоему, мы закинем сеть. Они заплыли на глубину, забросили сети. Начали тянуть сеть на лодку. Не могли справиться с количеством рыбы. Позвали вторую лодку рыбачих. Я был в Израиле, я смотрел, как эти лодки выглядят, лодки Петра. В музее стоит от стены примерно, ко мне, от около 80 метров, лодочка такая, хорошая, широкая. Там могло 12-15 человек плавать на такой лодке. Петр позвал вторую, такую лодку. Она приплыла. И они из сетки начали забрасывать рыбу в лодки. Они столько загрузили рыбу в лодки, что две лодки начали тонуть. Когда Петр осознал, что происходит, он понимал, что это чудо. Он упал перед Иисусом. Он сказал, Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный. Когда Петр осознал, что этот Иисус не просто хороший проповедник, что это Сын Божий, на него страх напал. Он почувствовал себя грешным человеком. Когда люди приближаются к Богу, ты чувствуешь свою никчемность, свою грешную натуру. В книге пророка Исаии, 6 главы, мы читаем историю, когда пророку Исаии был открыт духовный мир. Он увидел сидящего на престоле Господа, как духовный мир выглядит, ангелов, архангелов, серафимов. Он увидел, что он упал на землю, сказал, Господи, Господи, я человек с нечистыми устами. Хотя говорил кто? Говорил пророк Божий, человек Божий, духовный человек. Когда он попал очень близко в присутствие Божьего, он вдруг осознал, сколько пыли в этом воздухе, сколько грязи есть в нем. Когда Иоанн Креститель говорил об Иисусе, что за мной идет больше меня, он говорит, я не достоин у него ремень обуви развязать. Я не достоин. Я не имею права. Я не могу приблизиться к нему. Это естественная реакция человека, когда человек с искренним сердцем приближается к Богу, он осознает, что в нем есть много того, что Богу не угодно. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем больше человек идет на Компромиссы. И это можно, и это не проблема. И это не грех. Если ты вчера не матерился, человек отшел от Бога, он уже и матерится, и может посмотреть какую-то ерунду по телевизору. То есть чем дальше человек отдаляется от Бога, тем больше он погружается в Тьму. Мне очень нравится Давид, я часто проповедую о нем, и Богу самому нравилось его сердце. Псалом 18, читаю с 13 по 15 стихи. Он говорит, кто усмотрит погрешения свои. Чужие мы быстро замечаем. Давид говорит про себя, кто свои усмотрит погрешения. Приходит Господь и говорит, Господи, от тайных моих очисти меня. От умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мной. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодные при Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой. Ты наверное замечал по себе, если ты рожденный от Бога человек, ты можешь это sicherlich feststellen что когда ты приходишь к Богу и молишься пред Ним, у тебя внутри есть огромное желание быть святым пред Богом. Тебе хочется быть чистым. Тебе хочется быть свободным. Тебе не нравится, если грех есть в твоей жизни. И без самого противно. Вот то, что мы читаем, это родилось в сердце Давида. Он выразил это в Псалме и записали в Библию, и мы читаем то, что разделось в нем. И у него желание говорит, Господи, то, что я говорю, пусть оно всегда будет угодно Тебе. То, что я в своем сердце там думаю, никто об этом не видит, Господи, пусть и помышление моего сердца будет угодно Тебе. И это производит в нас Дух Святой свою работу таким образом. И это является работой из Господи в нас. Мне нравится вопрос, который в 13 стихе задает Давид. Кто смотрит погрешности свои? Кто вот по-настоящему, какой человек о себе честно скажет? Вот здесь вот. Когда мы говорим о грехах, у меня нет много времени, или погрешностей, есть четыре категории грехов, которые имеем мы. Первое, есть грехи, о которых знаешь ты и знает все другие. Ну, например, когда человек курит. Он знает, что он курит, что-то неправильно, другие, что знают, что он курит. И он как-то себя обманул, что вот так надо, и другим глаза запудрил, что ничего страшного. Есть другие виды грехов, когда люди сожительствуют. Ну, я не буду рассказывать. Есть грехи, которые ты знаешь, что это грех, и другие знают, что это грех. Есть вторая категория грехов. Есть грехи, которые ты знаешь, что ты грешишь, а другие не знают, что ты грешишь. Есть третья категория грехов. Есть грехи, которые ты делаешь, и ты не знаешь, что ты их делаешь. А другие знают. Вот если кто-то из вас когда-нибудь ел чеснок, вы знаете, о чем я сейчас скажу. Есть моменты, когда ты покушал чеснока и пришел домой. И ты не чувствуешь, что ты пахнешь чесноком. У тебя все нормально. И ты приходишь жену поцеловать так. А, такая. Другие чувствуют, а ты не чувствуешь. От тебя воняет, а ты даже понятия не имеешь. Одним из примеров вот таких грехов является гордость. Человек гордый и надменный, и он не замечает честно. Все другие в шоке просто. Он звезда, зашел, сел на первое место, всех опустил. Это я, да я такой красавчик. Все другие. Хорошо, когда у тебя есть люди, которые скажут, у тебя изо рта воняет гордостью. То есть есть третий вид, или зависть, или жадность. Человек может не замечать. Есть третий вид грехов, когда ты не замечаешь, а другие все бачут. И есть четвертый грех. Ты не замечаешь. Люди не замечают. А Бог все знает. И то, что человек говорит, я не грешный, мне нет греха, это еще не говорит, что не грешный, нет греха. Таких людей, которые бы не грешили, их просто не существует. Однажды пророк Елисеев встретил одного человека. И он начал пристально на него смотреть, и когда смотрел, начал плакать. Это человек, на которого долго смотрел, порок смутился, и говорит, что ты так смотришь на меня? И он говорит, Бог открыл мне, сколько зла ты сделаешь Израилю, как многих людей ты убьешь, как ты будешь убивать беременных женщин, как много городов ты разрушишь. И Елисеев говорит, Бог открыл мне в тебе, будущего царя Сирии. Есть моменты, где человек не знает о своих грехах, и люди не видят в нем проблемы, но Бог знает. И David приходит перед Богом и говорит, кто усмотрит погрешения своих? В первой категории, когда ты знаешь, легче. Во второй категории, когда ты знаешь, а другие не знают, еще понятнее. А когда ты не знаешь, когда ты что-то сделал и потом пришел и думаешь, зачем я так сказал? Зачем я так поступил? Потом оно дошло к тебе. И он говорит, Господи, пожалуйста, делай что-то со мной, меняй, потому что я хочу быть чистым перед тобой. Кто из вас знает, что написано в Евангелии от Иоанна, третьей главе, в 17 стихе? Кто знает, что в Евангелии на Евангелии в 3-е, в 17? Давайте прочитаем с вами. Ладно, третя глава, 17 стих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий делающий злой ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге садиланы. Вы знаете, когда Бог обличает человека, это не позор. когда Бог тебя обличает на этой земле, Бог дает тебе шанс, получить прощение в своих грехах. И если Бог тебя, когда Бог тебя, когда ты здесь, когда ты здесь еще на земле, то ты здесь еще не обличаешь, И каяться в грехах не стыдно. И это не шанс, его не злые. В грехах покаяться, это получить от Бога Милость. Буще за твой, Хуже, когда человек уходит с этой земли, не осознав себя грешником, не почувствовав обличение в своих грехах, унеся свой багаж греха на небо. И написано, что когда Иисус пришел на землю, он пришел как свет, чтобы каждому человеку дать понимание собственной греховности. И Бог сегодня никого не посылает в ад. Просто некоторые люди, осознав себя греховным человеком, отворачиваются, идут дальше грешить, как хотят. А другие говорят, приходят к Иисус и говорят, Господь, я понял, что я грешный человек, мне нужна твоя помощь, помоги мне справиться. Прости мне, мои грехи. Очисти мое сердце. Очисти мой рот. Знаешь, когда тебя по дороге подрезали, и у тебя уже вылетело, а ты еще не подумал. Знаешь, когда есть такая поговорка, извините, я наступил вам на ногу, поздно я плюнул вам на спину. Когда из тебя выходит гнилая реакция, без того, чтобы твои мозги и твоя воля тормознули тебя в этом. Сегодня мы будем идти к Хлебу и к Вину и вспоминать, что Иисус умер за нас. Вот по этой причине, что мы сами не справляемся со своими грехами и слабостями, Он пришел и заплатил за нас цену. Он пришел, чтобы помочь нам стать свободными и наслаждаться жизнью с Богом. Чтобы забрать у дьявола все, знаете, как марионетки есть, вот эти вот веревочки, которыми он дергает руки человека, управляет человека. Он управляет человека. Он не нравится. Он против, и он не может собой ничего сделать. Но когда мы исповедуем грехи пред Богом, когда мы приходим, Господи, вот я поменяю меня, от меня воняет гордость, я сам устал, Господи, измени меня. Я не хочу быть наглым человеком. Господи, измени меня. Верни меня, меня учи мне доверять людям, Господи, измени меня. Бринь мне бы, Menschen zu vertrauen, верни меня. Это возможно в нашу жизнь, только благодаря тому, что Иисус умер на Голгофе. Пусть никогда причастие не станет для тебя ритуалом и красивым обрядом в церкви. Мы сейчас будем поклоняться Господу. Когда мы будем поклоняться, приведи себя в порядок пред Богом. Открой мы свое сердце. Скажи ему, как Давид, Господи, пусть мое сердце, все помышления моем сердце всегда будут угодно тебе. Пусть у меня будет чистая уста. Пусть у меня будут чистые руки. Пусть у меня будет радость, когда я буду входить в твое присутствие. Обнови твою милость надо мной. Верующие люди, любящие Иисуса, ничем не лучше, чем люди, которые Иисуса не знают. Это такие же вчерашние грешники, которые осознали свой грех, которые не спрятали свой грех, которые не оправдали свой грех, которые пришли с этим Господу. И сказали, Господи, я такой? И сказали, я такой? Я лукавый, блудник. Я нечестный. И можно перечислять. Поменяй меня. И когда мы это делаем пред Богом, приходит от Него сила. Приходит от Него любовь. Ты знаешь, если ты думаешь, если ты признаешься пред Богом, какой ты есть, ты вот этим Бога удивишь прям. Прямо он тобой разочаруется. Вот ты вдруг сказал, что, Господи, я там в тихую пью. Я тихий алкоголик. Я вот пью, прости меня. И будто Бог так, а я не знал. Какой ты плохой. Ты не удивишь Бога ничем. Он и так, он и так, который тебя все знает. Он любит тебя. Он любит тебя. И ждет, когда ты придешь к нему. И когда ты придешь к нему, и расскажешь ему о себе. Он скажет, наконец-то. Я так долго встречал свое сердце. Я так долго хотел тебе помочь, увидеть тебя самого. Я так долго хотел тебе помочь, увидеть тебя самого. И так долго, когда мы решили, чтобы мы решили, мы решили себя ношу себя ношу себя ношу себя ношу себя ношу себя ношу себя и причины, почему мы так поступили. И сегодня Бог свой прожектор направляет на тебя. И Бог richtет сегодня seinen Scheинwerфер и пусть Бог открыет тебе глаза, увидеть тебя в свете. И его. И знаешь, это прожектор, это не прожектор, чтобы осудить тебя. Это прожектор любви. Это прожектор любви. Любовь обнимает тебя, чтобы помыть тебя, чтобы очистить тебя, чтобы обнять тебя, и сказать, да, я сниму с тебя эту старую одежду. Да, я сниму с тебя эту грязную старую одежду. И der Herr хочет тебе сказать, lass mich deine alten Kleider обнимать. Разожми свои руки и я заберу у тебя то, что мешает тебе жить. Открой свое сердце и попроси Бога. Ты знаешь, о чем поговорить с Ним. Я хочу вдохновить тебя также там перед экраном. Если ты сейчас смотришь это богослужение здесь, и ты дошел до этого места, и ты дошел до этого места, Бог хотел, чтобы ты это слышал. Бог хочет, чтобы ты это слышал. Я хочу ободрить тебя там же, где ты есть, помолиться вместе со мной. Дот, где ты будешь, бете вместе со мной. Если твое сердце здесь в салле отзывается, помоли со мной этой молитвой. Господь, мы благодарны тебе за твоего Сына, Иисуса Христа. Мы благодарны тебе за твоего Сына, Иисуса Христа, за то, что ты послал своего Сына за нас, за то, что он пришел на эту землю, принял образ человеческий, смирился, и был послушен тебе до самого голгофского Христа, который до конца был до конца. Спасибо, что ты взял на себя нашу Вину. Вину за наши грехи. И Господь, дай нам сегодня шанс на покаяние. Я прошу тебя, очисти мое сердце. Господи, очисти мои Уста. Маши мои Липы, мои Уши мои, мои руки мои. Измени меня. Верни меня. Господи, я хочу приближаться к тебе и иметь в этом дерзновение. Господь, привлеки меня к себе. Отец, я прошу тебя за каждого человека, кто в этом зале или перед экраном телевизора кается при тобой. Зная, что мы нуждаемся в тебе. Мы brauchen dich. Господи, прости тех людей, которые оступились и отошли. Я особенно молю тебя за людей, которые по причине своих грехов списали себя. которые поверили лжи, где пришла мысль, что из тебя ничего путного не будет. И они верят в эту льду, что никогда не что-то что-то из них из них будет. Бог снимает тебя это. Бог снимает тебя это. Бог говорит, твоя судьба во мне. Бог говорит, твоя судьба во мне. А у меня есть хорошие планы для тебя. Бог говорит, твоя судьба во мне. Дьявол решил погубить тебя, но явился Сын Божий, чтобы разрушить все дела дьяволы. Именем Иисуса Христа я провозглашаю свободу от всякой зависимости, от всякого греха, от всякого демонического влияния, каковы бы ни было причины зависимости, боли, страданий, я провозглашаю свободу во имя Иисуса. Пусть произойдут радикальные изменения в жизни каждого человека, кто в этом нуждается. Menschen soll sich радикально не потому, что мы хорошие, не потому, что ты умер за нас, но потому, что ты умер за нас, и потому, что ты воскрес, и потому, что благодать твоя доступна сегодня каждому из нас. Мы молили тебя об этом во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Аминь. На этом месте мы прощаемся со всеми теми, кто с нами был онлайн на нашем богослужении. Пусть Бог благословит вас. Если вы из Берлина, мы ждем вас на наше богослужение. И здесь, пожалуйста, регистрируйтесь вовремя. Мелли dich rechtzeitig an. Wir erwarten dich hier beim nächsten Gottesdienst. С Господом. Der Herr sei mit dir. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова